об артистах, которые удивили нас на этой неделе. Филипп Киркоров в среду пожаловался, что после концерта в Минске его больше часа продержали на пункте пропуска Каменный Лог, белорусские таможенники. А потом там же, едва ли не сутки, стояли фуры с реквизитом и автобус с артистами. Всё это якобы повлекло перенос концертов в Вильнюсе и Клайпеде. В общем, звезда была в шоке, но в не меньшем шоке были и таможенники. Они предоставили нам записи с камер наблюдения, на которых видно, что Филипп провёл на границе не более получаса. Четыре фуры с реквизитом прошли таможню за 31 минуту, хотя обычно на эту процедуру закладывается не менее двух часов. Первая въехала в 11.17, а последняя выехала в 11.48. Автобус с артистами покинул Каменный Лог в 14.40. Водителями автобусов заранее не были подготовлены формуляры, которые обязательны в соответствии с соглашением Российской Федерации, Литовской Республикой и законодательством Республики Беларусь о международных пассажирских перевозках. В 14.10 были предоставлены необходимые документы сотрудникам таможни. И буквально в течение 18 минут было произведено таможенное оформление. Ну это же Филипп Киркоров. Я думаю, что он просто действительно сам не в курсе всей ситуации. Может быть, технические директора просто оправдывают свою какую-то несостоятельность перед ним. Еще труднее заподозрить таможенников в предвзятости будет нашему соотечественнику Александру Иванову, который представляет Беларусь на Евровидении. К его сценическому костюму невозможно придраться, поскольку выступать артист намерен голым. Сейчас в Токгольме решается вопрос о том, стоит ли соглашаться на такую мизансцену. И хоть после бородатой женщины Европу уже трудно чем-то удивить, переговоры между организаторами и продюсером Виктором Дробышем идут туго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok